Вода. У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Тебя невозможно описать. Тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое. Эту фразу Антуанда Сент-Экзюпери написал много лет назад, но она актуальна и по сей день. По-прежнему люди пьют воду, не зная, что в ней содержится и насколько она безопасна. Так, в Мордовии, по оценке ученых, около 10 тысяч родников. 2000 из них находятся вблизи населенных пунктов и ими активно пользуются населением. Вода нас устраивает. Вкусная, насчет полезной пока сказать не могу. Чище, чем там, подробный тикет. Среди любителей родниковой влаги популярны определения мертвой и живой воды. И если с живой все понятно, то определение мертвой воды сложнее. По своему химическому составу она идентична живой и приписывает ей скорее мистические свойства. На одном из родников в Дубенском районе, который местное население считает мертвым, я просто отважился и решился попробовать эту воду. Также попробовали со мной товарищи, которые находились в это время рядом. И реакция у всех была одна и та же. То есть через несколько минут после употребления этой воды у всех перехватило горло. И мы на полчаса потеряли возможность общаться. Все это наблюдение народа, узнать мнение специалиста нам так и не удалось. Ведь родники, как правило, не являются чьей-то собственностью и проверяются только по заявлению в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии. Родники у нас не подлежат контролю. Но по заявлениям граждан, юридических лиц мы проверяем родники. Проверяем на микробиологические показатели, на санитарно-химические показатели. По нашей просьбе, пробы воды были взяты на двух родниках республики. Проверки подвергли святой источник в селе Полянки и популярный среди водителей источник на Олямберской трассе. Итог будет известен уже в эту пятницу. Алла Филипчук, Андрей Просвиркин, Вести, Мордовия.